Дамы и господа, давайте начинать. Ну, я рад, что вы сегодня все собрались на заключительную лекцию. Наверное, не просто так, а в честь контрольной. Контрольная сближает. Сегодня мы с вами поговорим про разработку сетевых приложений на Java. То есть, как написать такую программу, которая по сети общается с другими программами и желательно при этом делает что-то полезное. О чем мы с вами поговорим в рамках этой большой темы? Ну, во-первых, мы поговорим про такие вещи, как URL и URI. Знакомые, но, может быть, что-то для кого-то будет открытием. Потом поговорим про сокеты. Это самый базовый, низкоуровневый способ общения между двумя программами. Собственно, это абстракция. Обычно уровни операционной системы, а в Java просто на дне обертки, использующая ровно ту же терминологию. Дальше я напомню, что помимо синхронного ввода-вывода есть такая вещь, как асинхронный ввод-вывод, что скрывается за аббревиатурой NIO. Но про это мы будем говорить совсем чуть-чуть. Потом вам объясню, почему. И в конце посвятим время знакомству с библиотечкой, которая называется Netty. Которая позволяет достаточно просто писать программы, которые делают сложные вещи. И при этом еще эффективно работает, как ни странно. Будет много кода, так что готовьтесь смотреть на экран. А пока поехали. Ну, смею предположить, что с интернетом здесь знакомы все. Собственно, без интернета вы бы не могли делать домашки. В связи с тем, что вы знакомы с интернетом, наверное, вы знаете такие аббревиатуры, как URI и URL. Познакомимся с ними еще раз, чуть более конкретно. И на примере Java. В Java есть классы, которые представляют обе эти сущности. Класс JavaNetURI и рядышком с ним JavaNetURL. Они никак друг с другом не связаны с наследованием. Я имею в виду отношения такого уровня, как наследование. Но тем не менее близки. Значит, под URI понимается унифицированный идентификатор ресурса. Ну, это дословный перевод названия Uniform Resource Identifier. Все это хозяйство описано в RFC 3986. Если интересны подробности, можно туда заглянуть. По сути, URI — это строчка, которая отформатирована в соответствии с вот этой достаточно пухлой спецификацией. В этой строчке выделяются отдельные компоненты, которые могут принимать те или иные значения. И с этими строчками можно делать синтаксические операции. То есть разбирать их на компоненты и разрешать друг относительно друга. Под разрешением я имею в виду такие операции, как Resolve и Relativize. То есть вычисление относительного идентификатора, относительно полного. И из базового и относительного получение полного идентификатора. Вот две операции, обратные друг к другу. Resolve и Relativize. Вот. Все это реализовано в этом классе. Пример посмотрим. Очень скоро. А вот это, собственно, примеры. То есть классическая ссылка для того, чтобы послать кому-нибудь письмо — это URI. Начинается она с mailto, двоеточие, дальше email. Вот это вот URI, которая идентифицирует книжку по ее ASBM. О чем, собственно, вот эти два префикса нам и говорят. Вот это вот некий адрес в интернете. Ну, или все-таки URI — это идентификатор. Можно сказать так, что это идентификатор некоторой страницы в интернете. А вот это пример относительного URI, который имеет смысл только если к нему слева еще приписать какую-то базовую. Например, вот эту штуку. Так, теперь URL. Вот так. Если говорить философски, то URL — это, скажем, подмножество URI, то есть подкласс URI. Но в Java, еще раз повторю, эти два класса никак не связаны. Но они легко конвертируются друг в друга при помощи URL to URI. Есть метод. У метода URI есть метод to URI. То есть они близкие родственники. Чем URL отличается от URI и почему это не одно и то же? URL предполагает, что информации в этом идентификаторе достаточно, чтобы к ресурсу обратиться, чтобы получить его. То есть здесь вот содержится полный адрес. Вот он. Полный адрес, начиная с протокола, по которому мы пойдем, сервер, к которому нужно подконнектиться, путь к документу. То есть имея такую строчку, можно просто по ней пойти и достать этот ресурс. Второй пример аналогичный. Вот здесь мы только имеем дело не с сетевым ресурсом, а с файлом у нас на диске. И в классе URL в честь этого есть прям такие методы openConnection и openStream. Чем они отличаются, мы сейчас в примере посмотрим. Но по сути оба они непосредственно делают обращение к этому запросу, и мы можем его получить в виде inputStream'а и зачитать из него данные. Слайды на эту тему закончились. Сейчас я покажу несколько примеров, чтобы эти знания как-то улеглись. Вот самый первый простой пример. Сейчас мы будем разбирать URI на компоненты. То есть вот этот синтаксический анализ производить над ними. Ну, объект URI создать очень легко. Достаточно воспользоваться конструктором с параметром, куда передаем всю эту строчку в сборе. А дальше из этого объекта URI можно получить много чего интересного. Можно получить схему. Ну, схема это то, что в начале, ну вот сразу тут же пример. MailTo в данном случае это схема для вот такого URI. Все, что идет после этого, это специфичная для схемы хвост, скажем так. Вот тут есть еще некоторые authority, userinfo, хвостпорт, пасквери, фрагмент. Но они все вот в данном URI из примера не определены. Поэтому соответствующие методы просто возвращают null или для порта минус один. Нету этого. Вот второй URI. Тоже можно его разобрать на части. Вот она схема. Вот он специфичный для схемы хвост. authority в данном случае он совпадает с хостом, но в общем случае он может иметь, допустим, еще компонент порт, а также информацию о том, с каким идентификатором пользователя и паролем мы туда пойдем. Вот. Но здесь эта часть тоже отсутствует, поэтому authority и хост совпадают. Порта нет, путь относительно этой authority. Вот он. Ой, уехали. Вот он путь. Да что ж такое. Ну и, наконец, самый навороченный URI, в котором есть все компоненты, которые по синтексису допустимы, разбирается он на такие части. authority в данном случае вот содержит уже строчку посложнее. Отсюда выделяется имя пользователя, под которым мы будем коннектиться, хост, порт, путь, потом часть запроса, которая передается как параметр вот этому ресурсу, и идентификатор фрагмента этого ресурса, который идет после hash, после шарпа. Так, дальше идет демонстрация того, как работают разрешения URIF друг относительно друга. Смотрите, вот мы взяли за базу вот этот большой, длинный, состоящий из многих компонентов, идентификатор. А теперь мы хотим относительно него перескочить на уровень вверх, под директорию 1.4, файл index.html. Мы для этого просто берем и на этом объекте base вызываем метод resolve, которому передаем относительный путь. Ну, все практически как в файловой системе. У нас, если мы возьмем класс path, java.neo.file.path, который мы с вами проходили где-то в начале курса, там тоже есть аналогичные синтаксические операции. Получить новое имя файла путем прибавления к базовой части некоторой относительной части. Что у нас получится после того, как мы разрешим вот этот вот относительный путь относительно некой базы? Получится вот что. Вот такая строчка. Вот до какого-то момента все осталось как было, но то есть мы на один уровень вверх поднялись, и эта часть из URI исключилась. Вот тут было 1.3, стало 1.4, и индекс.html. Части про запрос и фрагмент были исключены. Ну, они при таком относительном переходе не сохраняются. Но если бы мы их хотели, мы бы их тут приписали. Так, и, наконец, последняя операция, которую можно проделать, это получить относительный путь. Берем за базу тот же самый URI и скармливаем ему для вычисления относительного пути другой. Смотрите, вот до этого слэша пути совпадают. Собственно, поэтому относительный URI будет выглядеть просто как имя файла. Вот, из того, что можно делать с URI, по сути, все интересное я вам показал. Теперь идем дальше. URL Это тот замечательный зверь, который позволяет нам еще и обратиться к ресурсу, а не только говорить о том, что вот он идентифицируется такой строчкой. Давайте посмотрим следующую программку. Смотрите, мы берем URL. Вот интересно, откуда он получается. Он получается как ресурс изнутри нашей программы, из classpath нашей программы. Способ получить такой ресурс выглядит как вот берем объект класс и у него вызываем метод getResource по имени. При этом здесь путь относительный, то есть нету никаких слэшей. То есть мы ищем вот этот ресурс в текущем пакете. По счастливому совпадению, вот имя этого файла совпадает с именем класса и расширение тоже соответствующее. То есть, по сути, мы обращаемся к байт-коду данного класса. Потому что, когда эта программа запускается, вот этот класс уже существует, он скомпилирован. И мы можем из этого класса к нему самому обратиться. При этом путь к этому классу будет представлен URL. То есть мы пока получили только вот этот путь к нему. А теперь мы можем взять и зачитать из него данные. У URL вызвать метод openStream, получить оттуда самый обыкновенный inputStream, с которым мы с вами хорошо умеем работать. И в данном примере я зачитываю из него первые 128 байт и в виде хексовых значений просто выведу в консоль. Смотрите, какой получился URL. Он в себя включает протокол файл. Ну, что естественно, мы работаем с файлами на моем локальном диске. А дальше полный путь на диске к этому классу файлу. Причем на самом деле, даже если бы эта программа была запакована в jar, вот такая фишка все равно бы сработала, просто URL бы выглядел немножко по-другому. Тут бы было написано jar в двоеточии, дальше путь к файлу, а дальше после восклицательного знака еще дописан путь внутри jar. То есть такие URL тоже бывают, Java тоже умеет с ними работать и прямо внутрь jar залезать и чего-то оттуда доставать, вычитывать ресурсы. Ну, тут мы можем с вами наблюдать вот этот тот самый префикс, общий для всех класс файлов, по которому их легко узнать. Ну, вот в данном случае я обращаюсь к файлу на диске, но ничуть не сложнее было бы сказать вот так. И получить содержимое главной страницы Яндекса в виде байтов. Но я тут не настраивал подключение к интернету, к местному Wi-Fi, так что у меня сейчас это не заработает. Это единственное, что мешает этой программе заработать. Так бы Java пошла и скачала просто эту HTML-ку. Когда дело касается протокола HTTP, то может быть интересно допустим, отправить определенные заголовки серверу или получить от него заголовки и обработать их. Вот когда мы пользуемся просто методом OpenStream, то Java за нас генерирует какие-то HTTP-шные заголовки, отправляет их, мы ими не управляем. Там некое поведение по умолчанию реализуется. И ответ, который мы получаем, вот в этот InputStream попадает только тело ответа. Опять же, заголовки пропускает код, который там внутри стандартной библиотеки написан. Ну, в каких-то случаях это может быть приемлемо. Вот опять же, простой пример. Мы просто хотим вытащить главную страницу Яндекса, но здесь немножко по-другому сделано. Здесь уже будут не байтики дампиться, а уже текстовые страницы. Но потенциально больше, чем одна. То есть мы просто берем, получаем этот InputStream, оборачиваем его в Reader, берем все строчки из этого Reader в виде объекта JavaUtilStream стрим от стрингов и карточку выводим на печать. Так вот, что же делать, если все-таки этого недостаточно? Если нам хочется отправить определенные заголовки, получить заголовки и что-то еще может быть хитрое сделать. Есть второй метод, я на слайде указывал два метода OpenStream и OpenConnection. Мы до сих пор пользовались методом OpenStream. А есть второй метод OpenConnection, который возвращает некий объект URLConnection. Когда мы имеем дело с протоколом HTTP, то мы знаем, что возвращенный объект будет обязательно экземпляром вот такого класса HTTP URLConnection. При этом на самом деле в этот момент никакого сетевого соединения еще не открыто, поэтому название не очень удачное. На самом деле просто создался вот этот объект в памяти, при помощи которого мы дальше пойдем обращаться к Яндексу. Мы можем тут кое-какие настройки подправить, например, сказать, что ожидать успешного соединения мы будем не больше, чем секунду. Если Яндекс не ответил в течение этого времени, то вылетит exception. Что еще можно с Connection сделать? Можно много чего настроить. Перед тем, как будет сделан HTTP запрос, в общем, все эти настройки можно выполнить. И, наконец, после метода Connect будет по-настоящему сделано сетевое обращение по протоколу HTTP в соответствии с теми настройками, которые здесь были сделаны. А в ответ мы получим на этом же Connection возможность обращаться к тому, что ответил сервер. Например, код ответа 200 OK, 404 NotFound, сообщение, которое вернул при этом сервер в дополнение к ошибке, тип контента, который сервер нам выплюнул, там, текст HTML, текст plain, image JPEG и так далее и тому подобное, и количество байтов в контенте, которые сервер отдал. Это все стандартные заголовки HTTP-шные, мы к ним получаем доступ через методы этого Connection. Но при этом и произвольный хедер тоже можно получить просто по имени. Ну и теперь мы добираемся до тела ответа, до той HTML-странички, которую нам все-таки Яндекс вернул и опять же выводим ее на печать. А в конце не забываем сделать Disconnect. Пока я не могу вам показать это в действии, но когда мы доберемся до заключительной части лекции про Netty, там сможем кое-что увидеть из того, как это работает. Так, ну пока все понятно вроде бы. я надеюсь. Хорошо, поехали дальше. Мы разберем, как это может быть все устроено внутри и разберем конкретно такие штуки, как сокеты. То есть вам, наверное, было бы интересно в образовательных целях самим допустим реализовать типичный запрос. Как можно на самом низком уровне, не используя вот эти утилитные классы JavaNet URL, взять и обратиться к Яндексу и запросить у него какую-нибудь страничку. Это вполне можно написать руками, используя низкоуровневый механизм, который называется сокет. Тут несколько классов, они живут в пакете JavaNet и по сути это все представляет собой низкоуровневый API для пересылки байтов по сети. Мы получим доступ к седевому соединению как к паре InputStream OutputStream. То же самое, что мы получали для файла. И соответственно все те же механизмы могут быть применимы здесь. Там, например, можно InputStream обернуть в какой-нибудь еще фильтрующий стрим, который делает архивацию, сжатие или шифрование. Точно так же, как для файлов. Можно обернуть стрим в Reader или Writer и работать уже не с байтами, а с текстовым контентом. Это если говорить о TCP-шных соединениях. В случае с UDP это такой немножко особенный способ подключения, когда компьютеры обмениваются отдельными сообщениями без установления постоянного соединения. Вообще, давайте такой вопрос в зал. Кому понятно, чем отличается TCP от UDP? Поднимите руки, пожалуйста. там есть еще шутка на эту тему. Шутка? Какая шутка? Да, отличная шутка про UDP и добавить до вас кипятер. Да, да, да. Ну, руки подняла примерно половина, так что я пару слов скажу на эту тему. Так, значит, что такое TCP-шное соединение? TCP-шное соединение это когда два компьютера между собой договариваются. Компьютер один, компьютер два. договариваются о том, что они устанавливают соединение двустороннее, которое используется как труба для передачи данных. То есть, все, что компьютер номер один послал в эту трубу, должно дойти до компьютера номер два без искажений, без потерь, ровно в том же порядке, в котором оно было отправлено. Вот, если там на сетевом, на низком транспортном уровне произошла какая-то ошибка, ну там помехи какие-нибудь в проводе данные исказились, то есть механизмы, которые позволяют это отследить, там передаются какие-то контрольные суммы, и будет запрошена перепосылка части данных. Все это для пользователя, который пишет программу и пользуется сокетом, это будет прозрачно. То есть, если произошла ошибка, ну просто данные немножко дольше будут доходить, но пользователь этого не заметит. Если эта ошибка постоянная, и там мы 10 раз пытались перепослать данные, все равно они никак не доходят до получателя, то уже пользователь, пишущий свою прикладную программу, он получит исключение. Вот, то есть особенность TCP это гарантированная доставка, проверка целостности, сохранение порядка. То есть вот это можно воспринимать как очередь сообщений, в каком порядке они были посланы, в таком же они дойдут. В случае с UDP, опять же, у нас есть два компьютера, которые хотят между собой общаться, но они не устанавливают вот такой надежной трубы, которая гарантирует все эти прекрасные свойства. Они обмениваются одиночными сообщениями, которые при этом могут потеряться, не дойти, могут быть переупорядочены. То есть вот тут ушли сообщения 1 и 2, а этому пришло только сообщение 2, допустим. А сообщение номер 1 пропало, и никто об этом никогда не узнает. Не получилось. Они могли дойти оба, но при этом в обратном порядке. И вот это модель UDP. И то, и другое поддерживается в Java, есть соответствующие сокеты, мы с вами сейчас пару примеров на эту тему разберем. И кроме того, адресация компьютеров у нас с вами бывает IPv4 и IPv6. Примеры этих адресов тут прямо на слайде. вот IPv4 достаточно привычно выглядят. Это 4 байта разделенные точками. IPv6 это вот такие страшные совсем по-другому выглядящие адреса. Они пока еще мало где используются, но тем не менее в Java тоже есть полноценная поддержка этой адресации. Если надо, то пожалуйста используйте. Начнем мы с простого, с UDP. в Java это называется Datagram Socket. То есть вот сокет, который позволяет организовать такую пакетную передачу данных, когда каждый пакет независим, такой сокет называется Datagram Socket. Тут нету разницы между тем серверный сокет или клиентский сокет. Любой объект Datagram Socket может быть инициатором отправки сообщения или может быть получателем. Он может подождать, пока ему кто-нибудь пришлет сообщение. Простейшая программа может выглядеть вот так. Мы просто создаем сокет, ему даже в конструктор ничего не надо передавать, если мы просто собираемся через него посылать данные. Чтобы передать какие-то данные, нам нужно сконструировать объект Datagram Packet. Это будет один вот такой пакетик, который пойдет своим собственным трудным путем к получателю. Мы в этот пакет передаем буфер, это просто массив байтов с указанием также, а сколько байтов из этого массива реально содержат данные. То есть этот буфер, который мы передаем, может на самом деле быть большим, который мы выделили один раз в начале нашей программы на все случаи жизни, а потом ту или иную его часть просто заполняем данными и переиспользуем постоянно. вот, здесь нужно передать также длину, если у нас данными заполнен весь буфер, то мы просто его длину и передаем. И также в конструктор передаем адрес получателя. Адрес должен состоять из имени хоста или айпишника плюс номер порта, на котором слушает второй датаграмм сокет на стороне получателя. вот, мы этот пакет сконструировали, теперь его нужно просто отправить. Это socket.send пакет ушел. Получит его кто-нибудь или нет, это уже вызывающая сторона никогда не узнает. Нет такого механизма в UDP. Только если получатель программно сгенерирует ответный пакет, в котором он скажет да, я получил, и вы его тут будете ждать при помощи метода receive и анализировать. Вот как выглядит прием UDP пакета. Мы также конструируем сокет, но в данном случае ему нужно передать порт, на котором он будет слушать. Для того, чтобы на одном компьютере можно было открывать сразу много сетевых соединений, каждое сетевое соединение находится на определенном порту. Порт это число от 0 до 65 тысяч 535 2 байта. Соответственно, чтобы мы на этом порту получили сообщение, отправитель должен был в этом ремоут-адресе указать правильный номер порта, иначе получатель не получит пакет. Нам точно также нужно создать пакет с некоторым байтовым буфером, и попросить сокет дождаться получения сообщения, которое он положит прямо в этот же объект, в этот пакет. Если выделенного в пакете буфера было недостаточно для того, чтобы пришедший пакет полностью разместить, излишек просто выкинется, не влезет и будет проигнорирован. Метод receive блокирует ваш текущий тред до тех пор, пока данные действительно придут. Теперь переходим к TCP. Здесь немножко посложнее ситуация, потому что сокет делится, TCP-шный сокет делится на серверные и клиентские. Это разные классы, и с ними нужно немножко по-разному работать. Клиентский сокет занимается тем, что обращается к серверу, который ждет подключений на удаленной машине. В данном случае мы вот в этом простом примере будем считать, что на этой же машине слушает сервер на порту 11111. В конструкторе сокета прямо уже открывается соединение, то есть на момент, когда мы этот сокет получили, он уже подключился к серверу, если, конечно, сервер там слушает на том конце. Если сервер там не слушает на этом порту, то мы получим исключение прямо из конструктора. Соответственно, если мы этот сокет все-таки получили, это значит соединение установлено, мы имеем вот эту замечательную трубу между двумя компьютерами, в которую можно все что угодно писать и вынимать из нее то, что в обратную сторону нам ответит. Труба это двусторонняя. вот здесь мы имеем уже полноценные input и output стримы, которые можно получить прямо у сокета, используя соответствующие геттеры. В output стрим можно отправить наш запрос массив байтов. Если мы хотим, чтобы этот запрос, эти байты сразу ушли, они закешировались где-нибудь тут, не забуферизовались еще на уровне Java машины или операционной системы, нужно еще вызвать флаж. На примере файлов та же самая ситуация была. Если не вызвать флаж, то эти байты могут где-то задержаться и на диске еще не оказаться. Точно так же здесь они могут не уйти в сеть, если мы просто вызовем write. Вот. А так выглядит получение ответных байтов из input стрима. Метод read принимает массив байтов, в который он запишет полученные байты, а в качестве возвращаемого значения вернет int, который говорит, а сколько байтов принято. Как это выглядит со стороны сервера? Со стороны сервера нужен объект, который называется server socket. слушать мы можем на любом порту, этот номер порта нужно передать в конструктор сервера socket. Когда мы получаем этот объект, когда конструктор отработал, это еще скажем так, мы в этот момент зарезервировали этот порт, но никакого подключения мы еще не получили от клиента. То есть гарантируется, что если конструктор отработал, значит мы успешно сели слушать на этом порту и последующий вызов метода accept нам вернет первое успешно установленное соединение с клиентом. Метод accept блокирующий, то есть он не вернет управление до тех пор, пока к нам кто-то не подконнектится. Когда этот кто-то подконнектился, мы получаем объект socket, точно такой же, как со стороны клиента, это тот же самый класс, у которого есть input-output stream, из них можно читать данные и писать. Опять же, при записи не забываем сделать флаж, иначе эти байты имеют обыкновение где-то буферизоваться. Вот, это не просто предосторожность, это выстраданное, скажем, правило, делать флаж каждый раз, когда вы хотите, чтобы сообщение ушло. Так, теперь примеры на все это хозяйство. Примеры очень маленькие, в принципе, почти целиком могли бы влезть на слайд, но все-таки в среде разработки немножко удобнее смотреть и можно запустить. Вот как выглядит клиент. Тут есть небольшая обертка над тем, как мы делаем пакет, но по сути нам просто нужно вытащить из строчки массив байтов и сконструировать на основе этого datagram packet. Мы хотим обмениваться строчками с нашим сервером. сервер будет заниматься тем, что тем, что просто будет в консоль печатать то, что он получил. Он не будет ничего отправлять в ответ. Самая простая ситуация. Значит, вот в клиенте мы открываем сокет, конструируем datagram packet, говорим, куда ему нужно отправляться и вызываем socket send. Все, сообщение ушло. Со стороны сервера очень похожая ситуация. Создаем datagram socket с указанием порта, на котором мы принимаем запросы. Выделяем некий буфер, в котором будут наши переданные данные храниться. Создаем пакет и в бесконечном цикле ожидаем входящих пакетов. Когда метод вернет нам управления, это означает, что мы получили некое сообщение, данные этого полученного сообщения записаны в этот объект пакет. Но в пакете-то они в виде байтов, поэтому нам нужно опять декодировать строчку. Это очень просто, потому что у строчки есть конструктор, который принимает массив байтов с офсетами и кодировку, в соответствии из которой нужно эти байты преобразовать в символы. Давайте запустим этот сервер. Он пока ничего не печатает, потому что ему никто ничего не прислал. Сейчас мы запустим клиента и рассчитываем увидеть в консоли сервера клиент, 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 клиент. Не тот адрес. он считает, что нужно использовать вот этот адрес для отправки, а мне нужно сейчас нам нужно немножко переделать этот метод, чтобы он принимал и адрес тоже. сервер еще ничего не получил, потому что клиент не запустился. Сейчас мы перезапустим клиента. что-то не то. Датаграмм Sandfield, 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 Blind Exception. Интересно. Интересное кино. Ну ладно. Не получилось, так не получилось. Странно, что дома работало. Ладно, давайте следующий пример тогда посмотрим, а с этим я разберусь и потом, ну как обычно, на страничке лекции будет архив, там я это дело поправлю. Сервер мы остановим. Посмотрим, что можно делать интересного с TCP-шными сокетами. Пример у нас будет опять же очень простой. Мы будем обмениваться отдельными байтиками. Несмотря на то, что у нас есть полноценный стрим, в который можно записать много чего, пока что для простоты мы будем обмениваться между клиентом и сервером сообщениями, состоящими из одного байта. Это снимает многие проблемы с тем, чтобы определить, где граница сообщения. То есть в любом случае, когда вы пишете программы, обменивающиеся данными по сети, вам придется решать задачу о том, где конец сообщения. То есть на стороне принимающей вы должны понять, до какого места вам из input стрима читать. Где заканчивается одно сообщение, начинается следующее. В данном случае эта задача очень просто решается. Каждый байт это одно сообщение. Если нет, то нужно придумывать разные хитрые схемы, вроде того, что записывать вначале два байта длина сообщения, а потом соответствующее количество байт содержательных. Или еще как-нибудь вводить, допустим, разделитель. Какой-то специальный байт, допустим, нолик, который говорит, что все сообщение закончилось, начинается следующее. Так, сервер. Значит, у нас будет сервер, который возводит числа в квадрат. Вот такой замечательный веб-сервис практически, который можно смело опубликовать. Как выглядит серверная часть? Создаем сервер сокет на все том же порту и в бесконечном цикле принимаем клиентские запросы при помощи метода accept. Дальше передаем управление вот такому методу, который что-то лагирует, получает один байт из input стрима, возводит в квадрат и отправляет обратно. Это тоже делается в бесконечном цикле до тех пор, пока клиент не разорвал соединение. сервера запустился. Что у нас делает клиент? Клиент подключается к этому серверу, зная его адрес. Мы знаем, что сервер находится на этой же машине, на вот таком порту. В output стрим пишем один байт, флашем, не забываем. Вычитываем обратно тоже один байт и выводим. Все, на этом работа клиента заканчивается, он сокет закрывает и завершается. Да, вот мы отправили туда четверку, получили обратно 16. Клиент нам это залогировал. И сервер нам тоже залогировал, что он получил запрос на подключение от некоего клиента, получил запрос 4. Ну, дальше он не логирует уже. Ответ мы видим в логах клиента. Еще один пример на TCP-шные сокеты о том, как можно эти стримы оборачивать во что-то более содержательное. Разберем такой пример, в котором сервер будет принимать от клиента строчки одну за другой и возвращать их неизменными. Ну, или можно, допустим, реверс там добавить, как хотите. это такая стандартная возможность, которая даже в современные операционные системы до сих пор встроена для проверки функционирования сети. Вот, а мы реализуем свою собственную. Сервер у нас будет аналогичным образом ждать подключения все на том же порту 11111, но теперь обслуживание клиента будет выглядеть несколько по-другому. Мы берем у сокета input и output стрим и оборачиваем их data input стрим и data output стрим. Если помните, это такие замечательные стримы, у которых есть методы для чтения и записи стандартных Java-типов, всех примитивных типов и стрингов. То есть нам не нужно самим колдовать с преобразованием строки в массив байтов, расставлять там какие-то разделители, опять же, где эта строка заканчивается. Об этом позаботится обертка в виде data input стрим, data output стрим. На сервере мы берем и из этого input стрима читаем следующую строчку. Вот, это метод read.utf читает следующую строчку, при этом он знает, где эта строчка заканчивается. То есть если клиент нам пошлет несколько строчек, мы их получим тут в виде нескольких отдельных строчек. Первую вернет первый вызов read.utf, вторую строчку вернет второй вызов и так далее. Берем и отправляем ответ обратно без изменений. Не забываем отфлашить. Клиент тоже выглядит очень просто, но чуть-чуть отличается от того, который посылал запросы на возведение в квадрат. Отличие то же самое. Мы оборачиваем эти data output stream data input stream, используем метод write.utf для отправки строчки, read.utf для получения ответа. Сейчас запустим. Идея повисла. Не вовремя. запустили сервер. запустим клиента. Сервер залогировал, что к нему обратился клиент такой-то и отправил запрос такой-то. Клиент логирует только то, что он получил в ответ от сервера, та же самая строчка без изменений. вот. Можем все-таки немножко усложнить задачу и возвращать строчку отреверсированной. чтобы убедиться, что это действительно наш сервер отвечает и никто-то не пойми кто. да, строчка отреверсированная вернулась. то есть это действительно наш сервер. Хорошо. тогда едем дальше. Вот тот самый асинхронный вот-вывод, который сидит в пакете Java NIO. Я вам про него в общих чертах рассказывал, когда у нас была лекция про вот-вывод безотносительно к сети сокетом. Какие задачи этот NIO решает? Почему вообще возникла потребность в каком-то новом API, чем не устраивал стандартный вот этот с input-output стримами? Ну, во-первых, во-первых, пожалуй, в самых главных недостаток вот этого API с input-стримами, который вот мы сейчас только что разбирали, это его полная синхронность. То есть любой метод является блокирующим. Пока нам, допустим, сервер не вернет какой-то ответ, или вот тут клиент нам не пришлет запрос полностью, вот этот вот метод управления не вернет. Или вот пока к нам не придет первый клиент, мы будем висеть вот в этом методе, и целый тред будет простаивать. Что обидно, он бы мог заниматься какой-то другой полезной работой. К тому же, смотрите, вот в текущей реализации нашего сервера получается, что когда мы обслуживаем одного клиента, мы не можем принять запрос от другого клиента. То есть метод сервер-сокет-акцепт будет вызван на серверной стороне только после того, как мы закончим обрабатывать нашего текущего клиента. То есть этот сервер вот такой однозадачный, он не может обрабатывать сразу несколько запросов от нескольких клиентов. А если мы хотим его сделать многозадачным, нам нужно вот для каждого сокета, который возвращается отсюда из акцепта, создавать свой тред, в котором запускать вот этот цикл обработки. то есть получится, что сколько клиентов, столько тредов у нас будет тратиться. 100 клиентов значит 100 тредов, 1000 клиентов значит 1000 тредов. Это, конечно, не очень гуманно по отношению к операционной системе заставлять ее управлять таким огромным количеством параллельных активностей. Ну и памяти каждый тред тоже требует ресурсов неких внутренних. Но никакого другого решения в рамках этого классического API ввода-вывода нет. Новый же ввод-вывод тот самый NIO поддерживает неблокирующие операции. То есть мы можем сказать вот ты сокет теперь ждешь подключения от клиентов, но при этом наш текущий тред не заблокируется. Мы можем сами контролировать, когда мы примем подключение скажем мы можем сами контролировать, а есть ли у нас уже запрос на подключение, если да, то начнем его обрабатывать, если нет, то занимаемся другими делами. Вот в этом суть неблокирующего ввода-вывода. Во-вторых, можно получить более высокую производительность, вот как за счет того, что в одном треде мы можем достичь, можем научиться обрабатывать много клиентов, много клиентских запросов, не плодить на пропорциональное количество клиентов, столько же тредов. Во-вторых, производительность достигается за счет того, что иногда мы можем использовать сервисы копирования прямо на уровне ядра системы, то есть, предположим, нам нужно переслать байты из файла в сеть, допустим, прокачать какой-нибудь большой файл через сеть. если мы будем решать эту задачу в терминах классического ввода-вывода input stream output stream у нас все содержимое файла должно быть сначала зачитано в массив байтов, ну, конечно, кусочками мы будем это делать, но тем не менее в процессе работы нашей программы каждый байт входного файла он сначала должен быть должен оказаться в java heap в виде массива байтов, вот, а потом должен обратно из java heap уйти куда-то в сеть. На самом деле в операционных системах есть зачастую возможность прямого передачи данных без копирования, то есть мы, скажем, сказали операционной системе зачитай, пожалуйста, данные из файла вот в такой-то буфер. При этом мы сам буфер смотреть не будем, нам важно просто знать, что он существует, а потом сказать операционной системе а теперь вот возьми этот буфер и запиши его в такой-то сокет. То есть наша программа сам буфер не трогает, она говорит просто операционной системе вот давай мне в этот буфер запиши данные, а потом из этого буфера отправь их в другому получателю. И получается, что экономится очень много усилий на копирование вот этой области памяти, этого буфера. То есть он не должен перетаскиваться в java heap в виде массива байтов и не должен из этого java heap обратно уходить куда-то на уровень операционной системы. вот API NIO все это учитывает и он построен таким образом, что мы можем работать с этими абстрактными буферами и до тех пор, пока мы не пытаемся получить к ним прямой доступ и зачитать их в виде байтов, эти буфера могут оставаться на уровне операционной системы и никуда не копироваться. То есть они очень дешевые. при этом основные понятия этого нового ввода вывода это собственно буфер. Аналог массива может на самом деле лежать не в java heap, а где-то в специальном участке памяти операционной системы. Второе основное понятие это канал. Это аналог стрима, input stream, output stream. Через него осуществляется ввод-вывод. асинхронный, то есть мы можем сказать канал давай качай данные в такой-то буфер и при этом текущий тред не заблокируется, может исполнять какую-то полезную работу, продолжать. И через селектор собственно это асинхронное уведомление о готовности или неготовности канала к вводу и выводу может проверяться. Селектор это такой сервис, через который мы подписываемся на уведомления о событиях в жизни канала и узнаем когда данные готовы и их можно сразу почитать не блокируясь или когда к нам пришло клиентское подключение которое нужно обрабатывать. Мы такие запросы можем через селектор выполнять и узнавать о том что там с каналом происходит. К сожалению недостаток этого НИО в том что он очень многословен и сложен код получается прямо скажем громоздким сложным для понимания я долго искал такой пример который бы влез на слайд вот нашел такой пример использования Java NIO все остальные примеры существенно больше вот и на самом деле напрямую НИО мало кто использует именно в силу его сложности и заковыристости вот но на этот пример все-таки давайте посмотрим что здесь происходит мы хотим скопировать содержимое одного файла в другой файл начинаем мы с обычных файл input stream и файл output stream но эти два стрима мы конвертируем в каналы эти самые каналы NIO через которые тоже делается вот вывод получаем файл ченнелы два а дальше говорим из исходного файл ченнела переносим все то есть от нуля до размера файла все в целевой файл и все данные как бы за кадром там на уровне операционной системы переносятся они не копируются в память виртуальной машины не копируются обратно они переносятся максимально эффективным для данной операционной системы способом вот делается это в одну строчку но еще раз повторяю чтобы найти такой простой эффектный пример нужно очень постараться то есть программы использующие NIO будут выглядеть очень страшно в большинстве своем к счастью над этим всем хозяйством есть очень приятные обертки всякие сторонние библиотеки которые не входят в стандарт GDK но тем не менее достаточно распространены что вы можете встретить использование этой библиотеки в разных проектах и как бы ну так же как GUnit стандарт де-факто что называется решаем такую-то задачу подключаем такую-то стороннюю библиотеку одна из таких сторонних библиотек которая сильно упрощает жизнь с новым вводом выводом и позволяет писать эффективные программы сетевые одна из библиотек называется Netty она она очень удобная в том смысле что она скрывает от пользователя всю эту сложную инфраструктуру NIO инкапсулирует в себя при этом она еще и эффективна то есть она не прячет это за такими громоздкими обертками которые работают очень медленно а работают они как раз эффективно основные понятия в Netty примерно такие же как в NIO немножко другие классы интерфейса но идеологически они очень похожи у нас есть channel это аналог сокета в обычном вводе и выводе это аналог канала NIO канал это конкретное подключение через него можно читать и писать данные во-вторых есть pipeline pipeline это цепочка обработчиков через которую проходит все что пишется или читается в рамках канала сейчас я нарисую картинку на которой будет это более наглядно и понятно вот предположим у нас есть опять же компьютер один компьютер два есть некая программа работающая на обоих компьютерах и есть сетевое с подключением между этими компьютерами а вот это здесь я нарисую сейчас цепочку обработчиков цепочка обработчиков предназначена для того чтобы получить из тех байтов которые курсируют на самом низком уровне по сети получить какие-то объекты которые вашей программе понятны с которыми она умеет работать вот в нашем простом примере с сервером который просто делал просто получал строку и отправлял ее обратно сущностями уровня программы будут строчки а сущностями вот уровня сети всегда будут массивы байтов соответственно задача вот этого пайплайна по дороге туда сделать конвертацию массива байтов строку по дороге обратно сделать конвертацию строчки массив байтов ну и здесь происходит то же самое на самом верху сидит какой-то обработчик который занимается бизнес логикой например вот в случае с нашим сервером это программка метод который делает реверс строки он получает вот отсюда строчку делает ее реверс и говорит отправить ответ обратно и ответ проходит через всю эту цепочку обработчиков конвертируется по дороге в массив байтов уходит в сеть и так далее доходит до получателя казалось бы для вот такой простой задачи как работа со строчками вот все это городить не очень нужно это действительно так мы видели как эта задача решается достаточно просто стандартными средствами но к сожалению не все программы такие простые как это и когда нам нужно какие-то сложные объекты нашей предметной области сложнее чем стринг конвертировать массив байтов при этом предположим протокол у нас еще стейтфол то есть он зависит от того какие команды исполнялись до этого все это гораздо легче выразить в терминах вот такой последовательности обработчиков чем в виде программы которая напрямую работает с input stream или с каналом невским вот поэтому все-таки многие используют netting скажу еще такую вещь значит направление из сети к нашей программы называется inbound вот эта вот стрелочка вверх направление из нашей программы в сеть называется outbound соответственно обработчики бывают inbound то есть которые применяются к тем сообщениям которые идут из сети обработчики бывают outbound которые применяются к тем сообщениям которые из нашей программы уходят в сеть бывают обработчики которые хотят знать обо всех сообщениях которые туда ходят и туда но это просто комбинация этих двух в рамках вот этого пайплайна и канала с ним связанного могут происходить такие события как получено новое сообщение пойман exception допустим там disconnect неожиданный мы об знаем нам найти сообщит канал открыт канал закрыт но это аналог connect disconnect channel close channel open вот если говорить о сообщениях которые идут из нашей программы в сеть то это отправка сообщения успешный connect disconnect и закрытие по нашей инициативе а вот это вот было закрытие по инициативе нашего того с кем мы беседуем в общем собеседника вот и кроме всего прочего все события вот вся работа с этой инфраструктурой с каналом с пайплайном она происходит асинхронно то есть когда мы говорим на эти пожалуйста отправь нам в сеть вот такое-то сообщение вызываем там метод right на канале на самом деле когда мы получили назад управление из этого метода еще ничего не отправлено в сеть эта операция будет сделана асинхронно в каком-то трэд пули который найти сама внутри себя создаст вместо результата операции мы всегда получаем некий channel future через который можем отследить а когда на самом деле эта операция закончилась успешная ли она была или нет это очень похоже на java util concurrent future который мы с вами встречали когда говорили экзекуторах экзекутор сервисах вот это такое очень высокоуровневое описание основных идей а теперь я вам хочу показать самый простой что ли пример использования этого нетти как можно в 10 строчек написать http сервер при помощи нетти вот как писать http клиента мы уже знаем это и new url там open connection и все мы написали простого http клиента к сожалению в java нету классов которые позволили позволили бы также просто реализовать http сервер но при помощи найти это раз плюнуть сделать в найти для того чтобы создать канал серверные клиентские принято использовать вот специальный объект который помогает в конструировании через него выполняются все настройки а на выходе мы получим готовый канал готовый к использованию и там будут запущены какие-то трэды в трэдпуле найти все это сделает внутри настраиваем канал для получения клиент для ожидания подключения от клиентов объект который нам поможет в настройки называется сервер bootstrap мы говорим что мы хотим работать через него то есть внутри вот этой всей инфраструктуры найти на самом деле будут классы из java него использоваться которые сами по себе предоставляют эту асинхронную асинхронные возможности ввода вывода ну вот это вот достаточно технические вещи которые в принципе можно купипастить из программы в программу а вот это уже содержательная обработка вот в этом методе мы говорим а из каких обработчиков будет состоять наш pipeline вот это вот цепочка в которой все самое интересное происходит наша цепочка будет создать состоять из двух обработчиков первый из них http server кодек это класс который прямо в нэте уже есть готовый написанный за вас он умеет принимать что типичные запросы разбирать их на компоненты и возвращать вам в виде приятного java объекта у которого есть понятные бизнес-методы там получить такой-то заголовок получить контент то есть если нарисовать это на картинке у нас здесь самый нижний обработчик http кодек вот на этом до входа в него массивы байтов на выходе http реквест и мы уже получаем в нашу программу объект класса http реквест в обратную сторону программа сформирует http response есть такой тоже класс стандартный в нэте и наш http кодек его возьмет и преобразует массив байтов то есть об этом вот вот об этом уже думать даже не надо этом эти сделать за нас что нам нужно сделать так это реализовать логику обработки http реквеста поэтому мы добавляем второй обработчик наш собственный рукописный в котором будет бизнес логика вот он будет второй обработчик и что же у нас тут написано нам по сути нужно реализовать только один метод в эту наследуемся от удобного класса благодаря чему достаточно реализовать один метод который вызывается когда нам пришло сообщение из сети сообщение представлено вот таким объектом аж теперь реквест мы его тут залагируем чтобы было понятно что происходит в программе а тут конструируем ответ задаем хедер контент-тайп задаем содержимое ответа нам его нужно в виде байтов получить поэтому просто строчку приобретаем преобразуем при помощи метода гидбайтс дальше берем и отправляем ответ давайте запустим так хендлер 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 нам нужно запускать вот этот класс здесь сказано что мы будем ожидать подключение на порту 9090 сервер наш и у меня под рукой есть браузер при помощи которого я отправлю туда запрос вот это ответ вот нашей программы смотрите можно увидеть подтверждение этому влоге поскольку мы лагируем все входящие запросы вот он запрос на самый корень иерархии версия протокола http 1.1 то что firefox используют по умолчанию вот он firefox тут себя описывает кто он говорит какие контент-тайпы он принимает языки способы кодирования ну и всякие служебные http-шные заголовки что интересно тут же мы видим в логе еще второй запрос от firefox оказывается хитрый firefox запрашивал у нас еще иконку для того чтобы отрисовать вот здесь вот вот на самом деле мы ему даже ответили ответили той же строчкой hello world но он этого я думаю не понял вот смотрите на самом деле даже он два раза запрашивал а вдруг в первый раз показалось да что ему ответили hello world но не показалось третий раз он уже не полез вот если мы еще раз нажмем на 5 то увидим только один запрос собственно вот этой веб-странички иконку он все уже потерял надежду получить больше не спрашивает ну вот так вот как-то в 20 строчек можно написать про что я простой http сервер если бы мы это писали при помощи классов из него я даже не рискну предположить сколько бы сотен строчек это заняло но благодаря на эти все это достаточно просто решается так 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 я предлагаю на этом закончить и перейти к контрольной если у вас конечно нет вопросов если есть вопросы то вылком готов ответить